всем привет с вами штурм проект 1 где в блок воздушный шар вот такой воздушный шар вели нам в этом обновлении заправляется он топливом низкого качества управляется горелкой и ветром направление ветра можно смотреть по флажкам и флюгеру и соответственно выбирать высоту на который ветер нам будет дуть в нужном направлении соответственно чтобы приземлиться нам просто нужно выключить горелку но теперь более подробно спамятся они в основном в пустыне вот такая кабинка мы в нее заходим наверху у нас бак для топлива сюда мы загружаем топлива низкого качества вот этой кнопкой мы зажигаем горелку и теплым воздухом у нас шар заполняется соответственно поднимая воздух нашу кабинку вот эти самые флажки по которым мы смотрим направление ветра здесь есть еще вот такой ящик на 12 слотов для хранения вещей во время полета горелкой мы выбираем нужную высоту и нужное направление ветра у данного шара 1500 хп ремонтируется он киянкой и ткань нужна на ремонт я улетаю на большом воздушном шаре куда не знаю зачем не знаю и проплывают подо мной моря и страны и я лечу по воле ветра в беспрежном океане улетаю на большом воздушном шаре куда не знаю зачем дамаг с оружие по нему проходит очень слабый но есть специальная система пво и специальные самонаводящиеся ракеты которые будут сбивать данные шары самонаводящаяся ракета в изучении будет стоить 75 скрапа и чтобы и скрафтить нужен будет верстак второго уровня в крафте нам понадобится одна металлическая труба и 30 пороха ну и соответственно верстак второго уровня конечно же на данный момент система пво не изучается не крафтится ее невозможно найти но они стоят на космодроме в количестве четырех штук на самом высоком здании заряжается она только противовоздушными самонаводящимися ракетами дамаг наносим одной ракетой 50 хп соответственно чтобы сбить шар нам понадобится 30 ракет стреляет он шести зарядами сразу затем уходит на 5 секундную перезарядку хочу еще раз обратить ваше внимание на то что данные системы пво у нас пока не введены в игру мы их не сможем ни найти не скрафтить не изучить но можем встретить на космодроме в количестве четырех штук на самом высоком здании поэтому не советую подлетать на воздушном шаре космодрома в этом див блоге пофиксили нам немного тактические перчатки и теперь у них стабилизация не сто процентов а восемьдесят процентов ну и пожалуй это все самое интересное на что стоит обратить внимание в этом див блоге лайки подписка в общем вы знаете что делать и как у нас говорится ты заходи если что